приветствую вас нет смысла рассказывать насколько важно для здоровья чтобы воздух в наших городах офисах квартирах оставался чистым и пригодным для дыхания есть много различных мотивирующих статей рассказывающих как это важно и насколько сильное влияние на здоровье человека оказывает даже незначительное загрязнение воздуха и эти разговоры они идут уже не первый год за это время технологии очистки воздуха достаточно сильно продвинулись вперед мы имеем хепафильтры встроенные в пылесосы чтобы даже мелкая пыль не рассеивалась по помещению мы имеем большое количество устройств для очистки воздуха в помещениях как наших квартир так и офисов есть и огромнейшие промышленные установки работающие в дымовых трубах и выбросах предприятия но ведь это только очистка а как же быть с определением загрязнения тут на самом деле не все так однозначно ведь есть большое количество датчиков позволяющих нам обнаружить изменения или вот загрязнения газовой смеси воздуха посторонними вредными и опасными для человека веществами но эти вещества лишь небольшая часть агентов способных нанести вред нашему здоровью и сегодня вот в видео мы попробуем испытать небольшой но очень интересный датчик он способен определить наличие загрязнителей с размерами частиц от 0 3 до 10 микрометров согласно заявленному производителем этот датчик называется цифровой универсальный датчик концентрации частиц выпускает его компания plan tower это наши китайские друзья и датчик называется pms 50 0 3 на самом деле этот датчик ну вот как следует из документации можно использовать для того чтобы узнать точнее определить количество взвешенных частиц в воздухе как то вот честно говоря в начале звучит это не сильно интересно ну окей летают какие-то частицы в воздухе и что нам собственно даст их концентрация мы их на глаз можем определить но на самом деле датчик не так прост как это кажется на первый взгляд вот в описании принципов работы сказано что они некий объем воздуха облучают рассеянным лазерным лучом и соответственно могут по вот рассеянию света определить и диаметр и концентрацию различных частиц и вот если мы знаем с вами и размер и концентрацию частиц то можно воспользоваться даже вот очень похожей табличкой здесь смотрите по верхней шкале это распределение размеров ну и чем собственно вызвано вот какой загрязнитель имеет такого размера частицы например вот от двойки до 90 это споры грибков это всевозможные продукты жизнедеятельности домашних и одежных клещей это бактерии аллергены кошек это оседающая пыль а это взвешенная атмосферная пыль цементная пыль пепел продукты горения масел смог и продукты табака курения все вот это попадает как раз в диапазон значений легко перекрываем их нашим датчиком а значит уже можно применить допустим алгоритмы из области машинного обучения и не только чистить воздух но и выявить и соответственно устранить причину его загрязнения что конечно же достаточно удобно то есть когда вы можете в помещении примерно хотя бы примерно сказать что является загрязнителем воздуха и тогда легче и подобрать фильтр и устранить ну если это возможно то и причину загрязнения вернемся к нашему датчику меряет он все в микрограммах а ему требуется определенное время на то чтобы начать функционировать и выдавать правильные данные напряжение питания у него 5 вольт и это обусловлено тем что у него на борту есть вентилятор который прогоняет через датчик определенное количество воздуха соответственно именно из-за этого вентилятора и потребляет он ток в районе 100 миллиампер в активном режиме только для того чтобы прогнать через себя воздух значит размеры вот весьма небольшие 50 на 38 на 21 миллиметр выглядит он вот так есть на задней части датчика разъем и этот разъем в основном нас интересует это прежде всего питание и земля и два вывода это орд для того чтобы можно было с ним обмениваться данными вот полная схема его подключение к микроконтроллеру но полную схему не обязательно на реализовывать потому что допустим выход сброса и выход установки они как вот здесь написано в комментариях имеют внутренние встроенные в датчик подтягивающие резисторы их не обязательно совсем подключать в дата шите есть и примеры кода и описание того какие ошибки в каком пределе измерений возможны пмс я его назвал 50 0 3 50 данном случае модель а вот последние цифры я хочу обратить ваше внимание указывают на минимальную размер определяемый размер частиц то есть если кто-то из вас будет заказывать чем меньше число в конце обозначения датчика тем собственно нам и лучше вот формат ну вот они тут громко назвали транспортный протокол в активном режиме на самом деле он передает 32 байта информации первые два стартовые вот они фиксированные у них фиксированное значение потом идет длина передаваемого пакета и идут у нас здесь из стандарта концентрация стандартных частиц но меня больше всего интересовало следующее это данные о том сколько конкретно частиц какого диаметра содержится в 100 миллилитрах воздуха прогоняемого через прибор и здесь он конечно дает смотрите это частицы 0 3 микрометра 0 5 1 микрометр 2 и 5 5 и 10 вот ну и в конце контрольная сумма то есть вот эти числа я сейчас и буду определять из потока данных и их я буду выводить в монитор для того чтобы можно было посмотреть как он работает как он собственно меряет и если в этом какой-то практический смысл на самом деле то есть я попытаюсь различные загрязнители вводить и смотреть как это скажется на графиках на отображаемых данным сенсором параметрах для того чтобы получить данные с датчика мне пришлось написать несколько строчек кода потом структуру в которую парсятся данные с датчика и соответственно вот я использую свой любимый куб монитор для того чтобы визуализировать полученные данные ну о количестве частиц того или иного размера в виде графиков на экран и вот когда я это включил и посмотрел назначение в несколько тысяч частиц 0 3 микрометра в воздухе мне показалось что это очень большое значение что все плохо и воздух очень грязный ну и разумеется нужно проверить вообще этот датчик функционирует или он показывает какие-то абсолютно случайные числа для этого мне потребовалось принести очиститель воздуха это xiaomi и я его включил для того чтобы посмотреть как значение ну вот количество частиц в воздухе будет уменьшаться здесь вот уже видно что это немножко происходит но сейчас я более удобно расположу очиститель воздуха и мы увидим как он действительно чистит или не чистит воздух в помещении да конечно же по падению показаний на графике вы можете увидеть что этот фильтр работает и прекрасно справляется со своей задачей то есть все показатели пошли вниз хотеть провести эксперимент и сделать его нормальным это совершенно разные вещи и тут выяснилось что у меня нету просто под рукой или может быть просто не хватает воображения чтобы найти достаточное количество каких-то загрязнителей чтобы можно было поэкспериментировать и действительно понять может ли датчик их определить поэтому вот вы видите сейчас скачок на графике ну да как вы догадались это просто канифоль в которую я ткнул паяльником и здесь интересная закономерность смотрите самые мелкие фракции появились первыми в то время как частицы размером там в пять микрометров они заметно отстают по времени ну вот по крайней мере были зафиксированы немножечко с отставанием и если первый график это был у нас просто жало паяльника опущенная в канифоль то вот второй пик который сейчас начинается это паяльный фен точно также дует на эту канифоль я так понимаю что пропорции в итоге они примерно останутся схожие ну вот между самими графиками но здесь вы можете видеть другой немножко что уже нет отставания по времени то есть только не фоль было достаточно горячий то ли вот фен как-то работает по-другому ну вот по крайней мере датчик фиксирует эти уровни и фиксирует даже присутствие достаточно крупных частиц здесь вот в воздухе то есть да что фен что паяльник являются такими достаточно хорошими источниками загрязнителей у нас в мастерской в лаборатории я долго искал вещества которые бы отличались там от канифоли и вот сейчас мы посмотрим как будет развиваться дело я поджег кусочек ладана вот сейчас мы посмотрим пошел пик ну в качестве маленького спойлера в этом случае почему-то первыми причем с большим опережением появляются мелкие частицы и только потом спустя действительно несколько секунд можно будет видеть что появятся частицы большего более крупного размера то есть но это традиционная в общем-то горение точник так как он ладан же не горит это тление можно назвать вот посмотрите по времени достаточно интересные такие вот получаются графики и на самом деле я вот вижу что они отличаются и от канифоли и от опробовано несколькими минутами раньше там парафина и воска ну потому что традиционные такие вещи которые можно в доме быстро найти и на самом деле я думаю что здесь будет интересно попробовать какую-то построить модель именно машинного обучения возможно что-то и можно из этих данных получить путевая я не нашел ничего лучше как пойти набрать щепоточку строительного мусора и подкинуть ее рядом с детектором но кстати не очень уж так и рядом и можно видеть вот такой интересный график и он несколько отличается от того что было на предыдущих здесь отчетливо видно что появились частицы более такого крупного я бы даже сказал что очень крупного размера которых я раньше не видел я вообще думал что это но как-то недостижимо вот и они здесь есть и это является но вот очевидным признаком такой вот для меня пока не мере показателям строительной пыли даже сейчас в воздухе здесь висит такое вот облако сверкающих в свете лампу частиц то есть такая вот пыль которую мы привыкли видеть летом после вот какого-то ветра после того как будет она поднята земли здесь кстати и интересная вещь которую нельзя будет увидеть на этих графиках у меня под рукой был обычный такой спрей спиртовый которым мы все пользуемся в эпоху коронавируса и я попшикал этим спреем чуть ли не прямо на входное отверстие датчика и самое что любопытное капли этого спрея оказались для датчика слишком крупными он их не зафиксировал и никаким образом на них не отреагировал на вот это распыление а между тем уже даже по прошествии достаточно большого времени количество частиц достаточно крупных частиц в воздухе по-прежнему остается достаточно высоким вот здесь есть три графика это два с половиной 5 микрометров и 10 микрометров то есть вот их показатели остаются достаточно высокими вот сейчас я просто взмахнул тряпкой который обычно стряхиваю пыль можно видеть что прям эти показатели увеличиваются и увеличиваются достаточно ощутимо но тем более что эти частицы ведь они достаточно тяжелые должны осаждаться в какой-то вот достаточно небольшой короткий промежуток времени на просторах интернета можно найти достаточно много информации вот по этому и ему подобным сенсором есть и вот такого вот типа статья где сенсоры разбираются для очистки их от пыли от накопившийся ну вот смотрите вот накопленная дрянь какие-то пыль волокна и так далее и люди хвалят достаточно эти сенсоры потому что на самом сенсоре и на лазерном излучателе как видите не накапливается грязь а с печатной платы но собственно не так сложные и и исчистить это всегда можно сделать статей очень много по этому поводу есть причем достаточно интересная и от производителей и от тех кто тестировал там это раньше меня здесь они динамик использовали как способ распыления там тех или иных веществ для того чтобы создать пыль и это все проверить но в общем-то сенсор заслуживает внимание и я думаю что многие кто точно так же как и я не знал о его существовании будут рады и попробуют его использовать своих проектах на этом все огромнейшее вам спасибо и всего доброго до свидания а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok